Здравствуйте, спасибо большое. Мне просто было очень неудобно тянуться, поэтому я просила за этот микрофон. Итак, коллеги, речь идет о проекте, который только что закончился с сентябрем месяцем, задача которого была поставлена найти возможность для людей пенсионного возраста, ну, мы называем людей старшего возраста, и с моей точки зрения это более правильно, найти возможность быть востребована на сегодняшний день. Так, чтобы вы понимали, я маркетолог, и как маркетолог у меня совершенно другой подход, да, с точки зрения восприятия целевой аудитории, потому что рынок труда – это рынок, а это значит, что на этом рынке есть абсолютно разные группы потребителей. Есть люди, которые вышли на пенсию, их это вполне устраивает, есть люди, которые постоянно хотят что-то новое, и они двигаются вперед. Вот Андрей Сибрандт – один из таких людей. Есть люди, которые следуют за такими, как Андрей Сибрандт, и мы в маркетинге называем их ранние последователи. Есть группа, которая идет за ранними последователями. То есть, подход, который мы предлагаем, он строится на следующем утверждении, что в 90-е годы отдельная группа российских граждан была вынуждена выживать, и не просто выживать, а создавать собственные бизнесы. И частично они, говорю, Дмитрий, да, вот те люди, которые сейчас занимаются верованием, да, это люди, которые сделали сами себя, и это люди, которые очень многое умеют, очень многое знают. Эти люди именно сейчас выходят на пенсию. Мне 61 год, и я вышла на пенсию 6 лет назад, да, я такого стресса, как Елизавета, не испытывала, потому что я полтора года не шла оформлять пенсию, поэтому, когда я пришла, мне сказали, Господи, наконец-то пришла. Давайте было за формой. И до них там тоже есть разнарядка. Но смысл состоит в том, что вокруг Религии очень много людей, которые являются людьми моего возраста, и которые очень много умеют и знают. Вот так, чтобы понимали, посыл, да, почему мы начали думать об этом проекте. Да, мы знаем, что старикам здесь место, не место. Мы лично считаем, что, во-первых, мы не старики, я себя к старикам не отношу. Но я точно знаю, что в России к старикам есть определенные отношения, и частично об этом сегодня уже говорили. Так как я представитель высшей школы экономики и доказательной школы маркетинга и развития бизнеса, обучения взрослых людей, я хочу показать вам одно исследование, оно уже, к сожалению, очень свежее, 13-го года. Я передала, то есть я уже передала презентацию организаторам, они могут разслать ее. Но смысл состоит в том, что есть как бы две группы людей. Те, которым удалось остаться на рабочих местах, и первым, кому удалось остаться на рабочих местах, это СОЖ. Дальше, это инженеры, следствие, начальник отдела ИЧАР, начальники других отделов, и последнее, это водитель общественного травмства. А те, кому не удалось остаться на предыдущих местах, и поменяли работу, это мужчины, да, то позицию сторож, дворник, директора большого предприятия, сербоукладчик, ну и так далее, да, это ту работу, которую они смогли найти. Есть точно такая же картинка на женщин. Женщин, которым удалось остаться, это преподаватель в школе, старшая медсестра, уборщица в гостинице, буховец, и так далее. А те, кто вынуждены были поменять работу, их не оставили. Самый большой процент – это уборщик, билетник, контролер, продалец, консир, сиделка и так далее. Но, собственно говоря, увидев эту статистику, мы еще больше захотели сделать этот проект. А ты, собственно, в новой профессии, в частности, школа Сколково участвовала в этом, но это проект Агентства стратегических инициатив, и я рекомендую посмотреть, хотя бы ради интереса, что это такое. Поисковики просто набирают, от основы профессии. От основы профессии определят 186 новых профессий, 25 отраслей, 57 профессий пенсионеров, которые в 25-м году перестанут существовать. Ну, так в качестве ремарки, да, там бухгалтер – это профессия, которая уже пенсионер, а если вы посмотрите программы по обучению, связанные с трудоустройством, условных занятий, то самое большое количество предложений для обучения для бухгалтера. Да? Так что я думаю, вы понимаете, куда тратится, в том числе, деньги на новые платежи. Кроме того, от основы профессии я выделил тренды, которые очень серьезно влияют на ситуацию. Эти тренды – глобализация, рост сложности систем, рост конкуренции, требования к экологичности, программируемое устройство и автоматизация. Обращаю наше внимание, 186 новых профессий. Вот одна из профессий, я ее просто скам сделала, эксперт по образу будущего ребенка. С моей точки зрения, эта профессия как раз очень хорошо подходит людям с опытом, с жизненным опытом. Но, к сожалению, опыта недостаточно, потому что вы никогда не сможете смоделировать будущее ребенка, если вы не понимаете, какое будущее будет в этой стране. Соответственно, вам необходимо, если вы хотите использовать свой опыт, очень много знать и очень много читать о том, как будет развиваться не только бизнес, а технологии, рыночная среда, знать новые проекты, которые делает российское государство. Недавно цифровая экономика. Слышали о такой программе? Он буквально принято полтора-два месяца назад. Знаете, сколько там отраслей новых технологий сейчас поддерживает государство? А сколько новых отраслей открывается в национальной технологической инициативе, рынков которых не было? Пожалуйста, если вы хотите моделировать будущее ребенка, вы вынуждены во все это погружаться. А это значит, что те люди, которые привыкли быть активными, которые хотят и дальше, то, что называется, уважать себя в том числе и не жить, и не просить других, это те люди, которые погружаются в эти направления. Что нужно уметь, как считает, от основных профессий? Обратите, пожалуйста, внимание. Вот с левой стороны, это те компетенции, они называются управлением персоналом, надпрофессиональной компетенцией. То есть это не компетенции профессии, это компетенции, скорее, больше личности. И одна из компетенций, это международная коммуникация. То есть понимать, где рынки между собой стыкуются. Мультиязычность и мультикультурность. Это то, о чем, как раз говорил Евгзавета, о том, что очень важно понимать, что происходит в других мировах, я имею в виду, в других странах, в самом числе. Это клиентаориентированность, это системное мышление, это экологическое мышление и способность к художественному творчеству. Обратите внимание, что многие из нас, стоящие даже в этом зале, и будучи людьми, то, что называется, пенсионного возраста, если не обладают в полном объеме всем этим списком, но обладают в силу своих профессиональных знаний и умений и прошлого опыта. А вот с правой стороны, это то, что точно нам нужно осваивать. Это управление проектами и процессами, это бережливое производство как концепция, это работа в условиях неопределенности, это работа с коллективными людьми, там целый перечень того, что еще требуется, это программирование, работа техника и искусственная идея. Я буквально 8 месяцев назад закончила курс, который называется Deep Learning. Знаете, что это такое? Я маркетолог, это вот то, что мне нужно. Это умение ставить задачи машинам, которые работают на искусственном интеллекте. Вопрос, с какого перепугу? Я ДК, я могу, знаете, еще 16 лет, 15 лет читать лекции? Нет. Я хорошо понимаю, что если бы, я хочу, чтобы ко мне люди приходили, они должны понимать, что я знаю, как выглядит будущая маркетинга. Да, если интересно, я такую лекцию публичную читала в парке Горького этим летом, набираете YouTube, набираете Татьяну Кульсарова и лекции будущего маркетинга. Очень любопытно. И делаю это я не только для того, чтобы пропагандировать школу и привлекать внимание к ней, потому что, конечно, я как маркетолог, да, а любой маркетолог, это человек, отвечающий за деньги в компании, я делаю это для того, чтобы привлекать новых слушателей. Но смысл-то состоит как раз в том, что я сама должна соответствовать тому, о чем я говорю. Но дальше происходит еще более интересное. Вот, например, мы выделили профессии, которые в Москве, я, в России, мы сейчас делали только на Москву, это про этот пилот, мы выделили профессии, которые уже сейчас востребованы, где нужны люди, имеющие базовое образование в области без экологии, в области медицины, в области образования, в области социальной сферы. Но это новые профессии, которых до этого не существовало. И понимая, что в эти новые профессии должны приходить люди, здравом умея, как говорят в России, да, и ясной памяти, мы отработали технологию, даже не технологию, методологию, это будет более правильно, с пониманием того, что нужно провести оценку возраста мозга. Это американцы делают уже достаточно давно, да. Можно оценить возраст мозга свой, можно оценить возраст своей физиологии. Это называется так, чек, да. Сделайте, отчеканите себя, да, то есть посмотрите, какие у вас заболевания, да, и что вы можете делать, и в каком объеме. Дальше пройдите психологическое тестирование, определите свой возраст. И я должна вам сказать, что это очень любопытно, потому что, когда вы понимаете, что у вас по паспорту один возраст, возраст мозга у вас другой, психологический возраст у вас третий, а вас, когда посмотрели, врачи сказали, что ваши системы, да, они тоже вообще-то не на ваш возраст. По себе могу сказать, я за себя порадовалась. То есть это реально драйвинг. Поэтому проект, который мы сделали, это на людей, которые хотят, которые сами себя мотивируют. И проект помогает тем людям, которые хотят и дальше заниматься интересными профессиями, а не просто быть консьержами, нянями, вот все, что там было в этом списке, и овладеть новыми профессиями из агентства, которые в основном в профессии выделены, то они должны пройти такого рода тестирования. Поэтому вот шесть шагов, по которым можно пройти. Нужно зарегистрироваться, нужно выбрать профессию, да, нужно пройти тестирование, все онлайн, все онлайн. Да, мы специально все сформировали онлайн, чтобы люди с любой точки страны могли это сделать. Дальше оцените компетенции, вот все компетенции, которые вы видели, мы нашли ресурсы, да, где это можно оценить, и пройдите обучение. И это тоже все онлайн. У нас сейчас огромный рынок онлайн программ обучения. Это говорит о том, что те люди, которые хотят меняться, и пока не обладали в такой степени компьютерной гработности, скорее всего, должны начать с этого. И после этого вы можете получить сертификат этой программы, и в качестве продолжения этого проекта, наш сайт старше 55.Москва. Мы понимаем, что работодатели не очень хотят брать людей в возрасте. Я не буду сейчас повторяться. Именно поэтому мы видим развитие в том, что люди должны быть самозанятыми. Ну, во-первых, если ты самозанят, ты имеешь возможность работать ровно столько, что ты хочешь. Второе, работодатель, вы не вешаете себя работодателю с точки зрения ответственности, с точки зрения науков. Вы сами, как самозанятые, покупаете патенты. Но проблема сегодня у России одна. У нас патенты пока на кого-то у нас, на консьержи, на нянь, да? На нянь еще нет, да? Ждем. Ждем. Так вот, мы хотим выйти как раз с инициативой, и здесь нужна точно поддержка общественности, чтобы расширили на менторов, на почеров, да? То есть тех людей, которые реально смотрят на консультант, для того, чтобы люди, достигшие старшего возраста, имели возможность покупать такой патент и честно, да, работать, не оставаясь в теневой экономике. И я вас всех призываю, если вам интересно, приходите на сайт, мы проходим сейчас тестирование. Если наш опыт будет успешен, ну, дальше мы будем делать все для того, чтобы этот проект пошел для тех людей, которые мы хотим. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.